Привет, мои биатлонные друзья! Лето жаркое и приходится отдыхать в эти дни. Тем более, что наш факел пока не очень согревает, хотя игра есть приятная и в некоторых случаях, конечно, не обходится без судейских поддержек, как это было в матче с «Зенитом». И, конечно, я совершенно не выносил комментарий Михаила Масаковского и его коллеги, которые высказались по поводу пенальти, который должен был быть назначен на последних минутах, но его не было. Но в итоге, как говорится, я считаю, что такая команда как «Зенит» должна брать все очки сама, если где-то судья ошибся в пользу соперника, сказать, да и черт с ним, мы свое еще возьмем. Но переходим к биатлону. А дела у нас какие? В прошедшие выходные произошел сити-биатлон в Висбадене. Это главное биатлонное событие этого лета, потому что фестиваль «Блинк» в Норвегии, я его даже не стал освещать, он все-таки лыжно-биатлонный, и нельзя его чисто биатлонным назвать. А вот гонка в Висбадене – это традиционный главный летний старт. Раньше наши там тоже участвовали. Сейчас пригласили Дмитрия Педручного, украинского спортсмена, который составил компанию спортсменом Западной Европы, но не блеснул, заняв восьмое место, проиграв более двух минут лидеру. Победителем стал Стурлахолм Легрейт, один из лидеров мирового биатлона, который сумел за счет чистой стрельбы опередить и Романа Рейеса, и Тария Бео, который, походу, был самым быстрым на дистанции, но два круга штрафа легли на него непосильным грузом. Также стоит отметить четвертый результат также быстроногого шведа Мартина Понсилуома. В женских соревнованиях победу праздновала итальянка Лиза Витоцци. У нее также, как у Легрейта, полный порядок со стрельбой, и при этом уверенное преимущество на дистанции. Ее перевес стал просто фантастическим, то есть там даже до минуты доходило, могла себе позволить уже покуражиться на последних метрах дистанции, и опередила немку Анну Вайдель и француженку Лу Жан Моно. Многолетний лидер мирового биатлона Доротея Вирер осталась за чертой призеров, так же, как и другая фаворитка Ханна Эберг. Ну и Юлия Джима из Украины выступила под стать своему земляку, заняв почетное предпоследнее место. В этот раз ей не хватило скорости. Также стоит отметить, что прошла целая такая трогательная церемония прощания, в которой приняли участие сразу несколько спортсменок. Это Тири Лекхов, Марта Улсберойселан, Дениза Херман-Вик, что не имя, то просто Россыпь Наград и примкнувшая к ним Ванесса Хинц. Они провели шоу-гонки после каждой стрельбы, ждали друг друга и сфинишировали вместе, взявшись за руки. Такое чисто шоу-выступление продемонстрировали нам. Поэтому тут, конечно, наверное, интереснее было бы болельщикам посмотреть, если бы зарубились ветераны. Но у самих спортсменок не было на это особого желания. Также, возвращаясь к делам наших, отмечу то, что все-таки не будет узбекской команды. Уже и официальный представитель IBU, точнее, Integrity Bites Loan Unit, это специальная организация, которая создана независимо от руководства IBU, и следит за выполнением всяческих положений и условий. Они заявили, что не могут узбекские спортсмены участвовать, ну и точка, как говорится, тут ничего не поделаешь. Потому что, да, конечно, меня огорчала эта ситуация, но должен признать, что в этом случае мы могли бы навредить, пойдя на конфронтацию, не только себе, но и нашим добрым узбекским соседям, которых могли бы подвергнуть санкциям на международных соревнованиях. Это нам-то терять нечего. А их не допустили бы на какой-нибудь юниорский чемпионат мира? И что было бы хорошего для развития биатлона в этой стране? Коснусь еще одной украинской темы, то, что президент Федерации биатлона Украины, господин Крулько, написал заявление в Международный союз биатлонистов с требованием исключить из числа своих членов представителей России и Белоруссии. В общем-то, это уже продолжается постоянно, на это можно не обращать внимания никакого, но как фоном идет, вот, знаете, ну, не мытьем, так катаним, есть хорошая поговорка. Но в биографии господина Крулько, точнее пана Крулько, есть очень интересный момент. Во-первых, он был и является, насколько я знаю, членом Верховной Рады от партии Юлии Тимошенко. Ну, про нее, скажу так, ходили слухи определенные в украинских кругах, как одну из самых таких коррумпированных, где, в общем-то, не совсем порядочными образами доставались места. Но суть и даже не в этом. В конце концов, Крулько мог бы быть там честным и порядочным человеком, но еще в 2020 году, как он сказал, что да, когда мы поддерживали там в Зальцбурге все это отстранение России, и уже было временное отстранение России. И тогда аккредитация Крулько, да, он лично ее не передавал. Он уехал, и аккредитация эта была передана Александру Каспировичу. И вот по странному стечению обстоятельств так сложилось, что именно с аккредитацией Крулько Каспирович был пойман представителями Международного союза биатлонистов, лишен аккредитации, и возник скандал с Александром Логиновым. Конечно, я не вижу здесь никакого украинского следа. Да, я всегда говорил о том, что прежде всего здесь вина, я думаю, наших, самих внутренних разборок, и стукачок завелся в нашем собственном доме на тот момент. Но просто ирония судьбы при этом поразительна. То есть тогда ни Крулько, ни его товарищей по команде этот момент не смущал. Хотя Россия уже была отстранена сейчас, чего они собираются добиваться? Ну, видимо, следующая попытка будет предпринята на пышном праздновании 60-летия украинского биатлона, которое планируется с приглашением представителей Международного союза биатлонистов, и в том числе его руководства. Ну, насколько, если сочетаются, скажем так, ужасы и страдания войны, действительно гибнущих людей под завалах с такими достаточно пышными мероприятиями, это судить вам. А на этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги. Продолжение следует...